Веерное отключение электричества, остановка подачи тепла. Неконтролируемый рост тарифов и социальные протесты. О мрачных сценариях прохождения отопительного сезона на фоне критической нехватки угля Служба безопасности Украины предупредила правительство еще 8 декабря. Ровно через неделю после обращения президента Зеленского к Верховной Раде, где он говорил прямо противоположное. О предостережениях СБУ СМИ сообщили спустя неделю. Самая критическая ситуация с углем на Славянской и Луганской ТЭЦ, а также Черниговской и Дарницкой ТЭЦ. Эти объекты обеспечили теплом и светом сотни тысяч жителей, десятки больниц и школ. В Краматорске уже отмечается снижение температуры теплоносителя. Жители уже жалуются на то, что недостаточно тепло в домах. Это признает, кстати, и сама компания, которая говорит, знаете, у нас тут вот сложилась такая ситуация с углем, мы пытаемся экономить, и вследствие вот этих попыток поэкономить, мы вынуждены снижать температуру теплоносителя для того, чтобы просто не разморозить дома. Кабмин на самом деле должен ставить об этом вопрос, а не служба безопасности. Вот что меня удивляет. Надо ставить вопрос, чтобы созвали Совет национальной безопасности и обороны, рассмотрели эту проблему срочно, как ее решать, в том числе технологически, а не делать утечки через зеркало недели. Представители власти наличие энергетического кризиса продолжают отрицать. А глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сгоряча назвал письмо СБУ фейком. Я только что до премьера подходил, он говорит, что он не понимает, никакого попереджения СБУ в него не имеет такого. То есть, говорит, что это информационная какая-то пыль, что такого информации это не отвечает действительности. Однако уже через несколько часов после этого заявления в Офисе Президента сообщили о создании координационного энергетического штаба. Его первое решение – перевести объекты, упомянутые в письме «С угля на газ». На брифинге премьер Шмыгаль признал, предупреждение от службы безопасности все-таки было, но заверил, корабли с импортным углом помогут наладить ситуацию. «Ситуация в энергетике на сегодня есть абсолютно стабильная, контрольная, конечно же, напруженная, как и в каждый опаливальный сезон, в осень-зимовый период, особенно на фоне энергетической кризи в Европе. Поставки складывают более 2 млн тонн в месяц. Это внутренний видобуток, плюс импортная склада как морским, так и залезничным транспортом. При этом спаливание вугиля будет складывать от 1,7 до 1,9 млн тонн». Эксперты обещаниям правительства не верят. Достаточных объемов угля просто не успеют завести, да они и не законтрактованы. Вся надежда на атомные станции и импорт из Белоруссии. Но и это не гарантия, что веерных отключений удастся избежать. «Если будут морозы, там минус 10, минус 15, 600 мегаватт, мы поднимемся до 900 мегаватт. И мы можем подняться, если будет добрая воля Белоруссии или России, до 2-2,5 тысяч мегаватт. Но в один прекрасный момент может что-то там произойти. Какие-то технические неполадки, что-то с опорой, там что-то с блоком, что-то с этим. И эти поставки могут прекратиться». Нерадужная ситуация и с газом. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко публично признал, если в Украину придут сильные морозы, возникнет дефицит топлива. Ведь достаточные объемы из хранения будет невозможно достать по техническим причинам. И тогда возникнет вопрос, что делать. Варианта два. Первый вариант – это забирать газ транзитный с трубы, то есть российский. И тогда мы можем в буквальном понимании нарваться на черговые взвинения, что Украина крадет газ. Другий вариант – это обмеживать споживачей от газа. Отдельный вопрос. Как долго на фоне дефицита угля и газа удастся удержать коммунальные тарифы? Цены на газ в Европе после снижения в ноябре снова рванули вверх. В том числе на фоне заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербак о невозможности сертифицировать «Северный поток-2». Потом она долго объясняла, что она имела в виду, но это уже никого не волновало. Одна тысяча пятьсот пятьдесят долларов за тысячу кубических метров. Вслед за ней вышло германское сетевое агентство с заявлением о том, что «Северный поток-2» не будет сертифицирован в первом полугодии 2022 года. Тысяча семьсот на хабе «ТТФ». Вот, собственно говоря, рынок ответил на заявления политиков. Глава «Нафтогаза» Витренко уже заявил, из-за стремительного подорожания газа долго удерживать тарифы на нынешнем уровне не удастся. За один только год цены на природный газ в Европе взросли в семь раз. Сейчас, чтобы мы понимали, что государство, национальная компания делает так, чтобы люди не сплачували больше в семь раз. Сделали так, чтобы за тепло люди сплачували столько же, сколько платят минулого года. На газ цена 8 гривен роздребна, например, «Нафтогаз» продает наиболее поставщики. При том, что рынковая цена 45 гривен. Мы честно скажем, что если сбережутся такие цены, мы, как национальная компания, не сможем покрывать такую разницу. До или после окончания отопительного сезона. Но тарифы на газ, тепло и электрику придется отпустить, говорят эксперты. И это может привести к серьезным политическим последствиям для президента, который не отмежевался от тарифного вопроса, а решил использовать его для пиара. Нам удалось верить стабильность в энергетике, стримать зростание цены на жидко-комунальные услуги, а цены на электроэнергию для населення нашей страны даже снизить. Питание в том, за которую ценою все будет продаваться. И я снова вернусь к хорошим радикам Зеленского, которые порадили ему заниматься вообще тарифами. Тарифы будут зростати. И ответственность за это будет нести конкретно Зеленский. На фоне кризисных явлений в энергетике может обостриться и политический конфликт между офисом президента и Ренатом Ахметовым, контролирующим большую часть тепловой генерации. Ведь именно на него власть публично возложила ответственность за дефицит угля в Украине. А значит, начало политического сезона 2022 года, в отличие от температуры в домах украинцев, может быть горячим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok